о крещении Московии, то есть исторического, идеологического, этнического, культурного и во всех смыслах центра и, по сути дела, головы нынешней Российской Федерации. Дело в том, что я хотел записывать подобную тему, но думал, в общем-то, сделать более такое объемное размышление. Однако, вот уже, в общем-то, в комментариях под другим видео касательно московской династии, меня начали спрашивать о крещении Московии, ввиду чего, естественно, я тезисно ответил, и сейчас несколько эти самые тезисы также оглашу и несколько прокомментирую, осмыслю и так далее. Дело в том, что если начинать вообще с самых-самых начал, то первый народ, известный на территориях Залесия, это, в общем-то, андрофаги. Андрофаги описаны Геродотом в его трудах и, с его точки зрения, это народ, в чем-то пытающийся походить на скифов, но, в общем-то, от скифов однозначно отделенный и ведущий свой самобытный образ жизни, и, в общем-то, у этого народа есть такая особенность, как поедание, в общем-то, людей. То есть, с точки зрения Геродота, это был народ-каннибал, поэтому он их и назвал Андросфагас, то есть, людоеды, дословно. Андрос-человек, фагас-питация. Ну, это отдельная история, и о верованиях данных андрофагов практически ничего не известно. В преддверии Руси в некоторых текстах появляется такое слово, как мерзцы. Неизвестно, что это означало. Может быть, это собирательный такой некий образ, собирательный этноним от Меря, Мещера, Мордва, Мурома. С другой стороны, поскольку известно, что, к примеру, территории Кривичей и Вятичей, это были территории, где проживали как Балты, так и Финоугры, но туда пришли рода, соответственно, Кривичей и Вятичей, и они эти местные свои народы подчинили, и получается, уже в преддверии Руси, это как бы территории Кривичей и Вятичей. То есть, там правят, так или иначе, Кривичи и Вятичи, язык распространяется славянский, но базово население, в общем-то, еще то. Так что, может быть, какие-нибудь, условно говоря, маравы или другие славянские династии проникли и, собственно, в Залесия, и внесли туда свой этноним, который далее распался. Возможно, то местный этноним, возможно, мерзцы, мерзцы, да, это происходит от понятия холодная земля. Как бы мерзлая земля, а жители мерзлой земли, дословно. Но тоже о верованиях их известно ровным счетом ничего. Можно сравнивать с какими-то сохранившимися, типа, народными верованиями тех же самых мордвинов и других, но на самом деле великой ложью является предположение относительно того, что спустя тысячу лет разных перипетий на тех территориях могли сохраниться какие-то исконные основы местных верований. А вот относительно того, какие там были перипетии, сейчас и изложу. Первое, так сказать, крещение, ну или, правильнее сказать, обрезание данных земель Официально известно за 922 годом. Тогда князь, известный как Альмаш или Альмас, также известный как Алмас-хан, который правил Волжской Булгарией с 895 по 925 годы и был местным как бы царем. Так вот, Альмас Шалкаевич обрезал, можно сказать, Волжскую Булгарию в ислам. Ну, или крестил в ислам, поскольку это звучит крайне тавтологично, обратил в ислам, можно так сказать. Вот это первое официально известное принятие религии в том регионе. Есть вероятность, что ранее туда проникали хазарские какие-то местные учения. В хазарском Каганате государственной религией был иудаизм, позднее туда проникло и христианство, но, в общем-то, это все очень подвешено в воздухе и граничит с фантазиями и реальных каких-то доказательств, что хазары не то, что в том регионе, а вообще хоть в каком-либо регионе пытались навязать иудаизм, таких доказательств нет. Наоборот, в хазарском Каганате неплохо так ужилось, что существует иудейская верхушка, существуют воины часто тюркского происхождения, которые исповедуют или тингрианство, или ислам, или если это воины какие-то с славянских княжеств, с той же самой Киевщины, Тляйви и других, то они спокойно себе исповедуют свои верования. Если они верны, в общем-то, хазарскому Кагану, то все как бы нормально. Ну и со временем хазарские Каганы пришли к пониманию, что удобней будет, чтобы большая часть подвластного, вот именно в центральной Хазарии населения, в общем-то, имела доступ к христианству. И если брать историю, то практически чуть ли не первая миссия Кирилла и Мефодия была как раз на территорию Хазарии, где они и создали первую славянскую буквицу, еще из 49, в общем-то, знаков. В недавние годы, ну, как сказать, скорее, в недавние десятилетия московиты эту хазарскую буквицу откопали и теперь носятся с ней как с славянской древней письменностью, которая была типа до Кирилла и Мефодия. Правда, эта брединка такая же унылая, как и то, когда они тризуб объявляют хазарской тамгой, поскольку, в общем-то, документально не зафиксировано, чтобы хазары вообще пользовались тамгами. Тамгами пользовались сарматы, тамгами пользовались баспаряне, аорсы, в общем-то, киевычи. Ну и далее у Рюриковичей иногда были тризубы в таком весьма заветвленном славяно-скандинавском стиле в виде вязи, часто в виде такой вязи изображались или луки с мечами, или тройственное копье, или летящий сокол. Но это все стилизировалось под вязью германа-скандинава в славянском стиле. В общем-то, что отчасти и сохранилось даже в нынешнем гербе Украины. А вот чтобы хазары пользовались тамгами, такое неизвестно. Поэтому первое документально засвидетельствованное принятие авраамической религии в Залезье считаю, нужно относить к... Ну, не только я, в принципе, те, кто изучают вопрос распространения религий, понимают, что, в общем-то, это первое известное принятие на территории Москвы какой-либо авраамической мировой религии. И это именно 922 год. И обрезатель, там, обращатель в ислам местного народа населения был именно Альмуш или Альмас. Финоугры и другие народы, которые рядом жили с Волжской Булгарией, были ее данниками. И, в общем-то, поначалу Альмас обратил в ислам именно верхушку самой Булгарии. Но там начались разные ревнительские темы. И, в общем-то, хоть на низах и в каких-то окраинах, конечно же, могли сохраняться местные дохристианские верования, но, по сути, Волжская Булгария очень быстро была обращена в ислам. Конечно, они были далеки от центров ислама, поэтому ислам у них со временем сформировался крайне тоже самобытный, но так или иначе. Вероятнее всего, именно Альмаш Шелкаевич основал территорию, поселение, видимо, поселение с чем-то типа исламского культового сооружения, которое получило название Суждаль. Сужда в исламе так называется в общем-то и молитвенный обряд, и место для молитв, и много что с этим связано. То есть, по сути, это дело Суждаль это далее уже русифицированное то есть, славянизированная версия названия какого-то местного названия, корнем которого является Сужда. А Сужда это, соответственно, исламский религиозный термин. У нас есть Ярославль, Переяславль какой-нибудь и так далее. И есть очень много Путивль тот же самый. Много есть таких городов, которые получали окончание Льв. И также самое данное название населенного пункта, основанного еще Альмашем, позднее, когда эти территории захватит Русь, получили название Суждаль. То есть, туда проник ислам. Пусть и как бы кое-как, пусть и крыво-коса, но так или иначе хоть как-то проник. Это первое обращение данной территории в какую-то религию. Общеизвестную, общепринятую, первое известно в истории. Можно спекулировать о том, что было ранее, но то неизвестно. Два. Это у нас 950-е годы, когда великий князь Руси, завоеватель, Святослав со своими воеводами Свенельдом, Асмундом и другими, подчинил Волжскую Булгарию и непосредственно присоединил к владениям городов Руси территории Залесия. То есть Суждаль стала уже Суждалью, собственно. Какое-нибудь название, которое там было ранее с корнем Сужда, теперь стало Сужда-Ль, то есть как бы Сужда, вот это место, принятое уже в славянский мир, так сказать. Ну, или, по крайней мере, оккупированное этим славянским миром. И тут интересный нюанс. Если взять еще договоры Византии с Русью во времена Олега и Игоря, упоминается, что среди знатных воевод Руси уже были христиане. И в договоре отдельно указано, что те, кто из них исповедуют родную веру, пусть клянутся Перуну и Велесу. То есть ни Одину, ни Фриги, ни Тору, а Перуну и Велесу. Далее, те, кто уже исповедуют христианство, пусть клянутся, соответственно, по христианскому обычаю и упоминается даже церква в Киеве, в которой они должны эту клятву осуществить. То есть на времена того же самого Святослава христианство, как классическое, так и разные его не классические формы на территории Руси уже были далеко, далеко, далеко не первое поколение, даже не первое уже столетие и не второе. Я позднее как-то сделаю об этом в общем-то отдельное осмысление, также само этапы, скажем так, крещения Руси. Эти материалы я также в принципе готовлю, осмысляю, но пока о Москве. Итак, с присоединением данных территорий к владениям Руси с 950-х годов туда проникает с одной стороны дохристианские верования Руси, с другой стороны разные версии христианства, в том числе и классическое византийское. Ну, а возможно и даже какое-то католичество. Однако, как оно туда проникает? Оно туда проникает исключительно, когда туда приезжает тот или иной воевода с Руси и, собственно, там как-то обосновывается. Если он там имеет влияние на местных, он может уничтожить их какое-нибудь капище, если оно у них было. Он может как-либо сказать им, что исповедовать ислам это неправильно и даже весьма внушительно это сказать, подкрепив свои слова силой оружия. Но особо сильно христианство там не распространяется, потому что любой русинский воин, который туда пребывал и мог в своем сознании иметь мысль крестить местное население, если он был ревностным христианином, он знал, что во-первых в его государстве это не принято, в его государстве доминирующее по крайней мере при святославе это именно ведическое учение, но христианство имеет на куриных правах возможность существовать как один из культов допустимых, но в общем-то в таком смысле ислам не является ничем хуже, чем христианство с точки зрения государственной политики святослава ни ислам ни иудаизм не были гонимы со стороны святослава ровно как и христианство единственное что святослав ограничивал распространение христианства а не существование не вероисповедание уже обращенных христиан к тем же временам относится древнейшее в общем-то упоминание Киева одно из древнейших общепризнанное которое сейчас цитируется конечно есть упоминание Киева и в более ранние столетия однако часто те источники критикуются ввиду их неоднозначности а вот уже к тем временам относятся даже упоминание о письме из киевской из одной из иудейских общин которые существовали на территории Киева в Каирскую иудейскую общину где киевские иудеи в общем-то там заботились о одном из своих сородичей то есть иудеи в Руси не уничтожались не притеснялись не изгонялись Святослав допускал существование других так сказать религий если те религии не проявляли агрессию и не постигали на доминирование собственно русинской веры того что называют язычеством или ведическим учением поэтому так или иначе но какие-то мотивы христианства в Залесе с 50-х годов вероятнее всего как-то проникали но о истории этих проникновений нам тоже ничего не известно далее 987-988 годы в те годы Владимир Киевский крестил крестил себя для начала крестил значительную часть знати и обычных киевлян считать что в 988 году вся Русь стала христианской очень и очень глупо поскольку это огромные территории поскольку для того чтобы где-либо навязать христианство нужны были годы в некоторых случаях десятилетия в некоторых случаях и столетия не помогли потому что с одной стороны христианство сталкивалось с необходимостью того чтобы христианин христианский какой-либо креститель добрался в конкретный населенный пункт который за десятки километров за лесами за реками за еще не пойми чем где и местные могут его подстеречь убить и бандиты какие-то и те же самые мерзцы залезцы могут в общем-то использовать его для своих нужд особенно учитывая их андрофаж и происхождение во времена мономаха владимира мономаха упоминается такой нюанс что когда вяточи были уже настолько замерены что во время проезда по их территориям они никак не противились владимиру мономаху это событие истрактовали как в общем-то установление окончательной законности и порядка в Руси до этих пор какие-то местные отдельные отряды вятичей могли вполне себе заниматься в общем-то такими сепаратистско- партизанскими войнами против Руси в этом смысле они в чем-то похожи на так называемых богоудов в Галии которые стали реальными историческими прототипами Астерикса и Абеликса то есть которые на протяжении всей истории существования римской Галии то есть Галии покоренной римлянами все равно были такими вот бандитами повстанцами которые против этого самого Рима боролись поэтому если в других регионах Руси христианство как-то распространялось более активно в Залесе оно проникало исключительно в те города которые основывала Русь а Русь там поосновывало много всего там куча городов с названиями в общем-то которые заимствовались территории непосредственно Руси и Украины тот же Галич в их местности недалеко от Москвы там много я не буду сейчас перечислять я об этом лучше сделаю отдельное какое-то осмысление так или иначе это было и в этих городах если Русины приезжали если они уже исповедовали христианство они его продолжали исповедовать какие-то миссионеры из Киева пребывали но все равно еще долгие столетия глубинка которая пусть и платила дань чтобы к ней лишний раз не приходила русинское войско но эта глубинка вполне себе там существовала в Залезское и исповедовала свои какие-то верования какие мы не знаем когда в нынешней Москве рекламируют темы славянского родноверия говорят о Перун все дела это является несколько ложью особенно когда какие-нибудь московские родноверы восхищаются князем Святославом который по сути это дело для их региона был завоевателем поработителем а никак не их князем но да ладно то что они уважают киевского князя это хорошо было бы хорошо чтобы и сейчас они уважали Киев и не кидались своей смертоносной ржавчиной так или иначе какое-то христианство там было бывало местами распространялось четвертая стадия в ночь с 28 на 29 июня 1174 года был убит узурпатор Андрей Боголюбский до этого Андрей Боголюбский в нарушении воли своего отца покинул Русь в общем-то не стал помогать Юрию Долгорукому утверждаться в Киеве может быть если бы Боголюбский остался в Киеве то Долгорукова не втравили бы как это случилось но Боголюбский собрал своих преданных лично ему воинов и ушел в Залесие там в этом Залесии отчасти еще при жизни отца а отчасти далее уже после его смерти он практически полностью отделился от Руси и поначалу это выглядело в общем-то как сепаратизм в стиле Ярослава который пытался прекратил в общем-то платить дань Владимиру в Киев ну и тоже пытался там некоторые махинации делать однако Ярослав все-таки позднее пришел в Киев утвердился и собственно стал великим князем киевским и продолжателем династии а вот Боголюбский себя в виде киевского князя ни разу не видел поэтому когда в свое время Андрей Боголюбский собрал войска и пошел на Киев он его разорил все что мог вывез и уехал в свое Залесие в Залесии он пытался создать антикиев по образу и подобию в чем-то подражающий Киеву и он первый провозгласил себя великим князем но уже не киевским а владимирским развивая как раз этот самый Владимир как альтернативный центр позднее великим князем киевским стал в общем-то нормальный Рюрикович которые ну и там другие дальше Рюриковичи некоторые боролись за киевский престол некоторые вполне себе мирно менялись так или иначе к тем временам относится то что с одной стороны уже в Залесии возник термин великого князя а с другой стороны из Киева великое княжение никуда не переносилось никуда не выносилось не терялось и так далее до татаро-монгольского нашествия оставалось еще некоторое время и в общем-то великие князья киевские существовали а далее титул великого князя киевского перешел Даниле Романовичу королю Руси известному также как Данила Галицкий тем не менее с тем как Кучковичи убили Андрея Боголюбского в 1174 году по сути они начали национально-освободительную войну против его брата Всеволода Большое Гнездо и против других Рюриковичей К этому времени относится также некоторый всплеск их дохристианских верований Какими эти верования были к тому времени после нескольких десятилетий ислама после нескольких столетий христианства когда вся читающая пишущая вся реально знать их региона была уже тотально крещена и по большей части представляла собой выходцев из Руси а те местные которые в эту знать проникали также очень быстро крестились то в общем-то чем стало их христианство после откола от Руси это вопрос еще тот вопросительный причем дело в том что в том регионе с одной стороны как и во всей Руси в общем-то с приходом Орды начался курс на возрождение дохристианской веры ярчайшим примером тут будет не Московия и даже не Львов а будет как раз Литва Литва которая не исповедуя христианство будучи как сейчас говорят языческой смогла стать новым центром консолидации для всей типа номинально крещеной Руси это было обусловлено тем что Литва в общем-то не подверженная влиянию христианской иерархии не собиралась прогибаться под золотую орду и была готова с этой золотой ордой бороться а те в общем-то князья которые были христианами они прогибались часто под христианскую идеологию а христиане христианская церковь проповедовала что орде противиться не нужно это кара божья ну тут можно кстати почитать то как к орде относились на территории Московии и Залесия вот именно к каре божьей которую нужно принять ну христиане как к ней относились возможно они считали что это важно поскольку орда лояльно к ним относилась многие ханы тоже были христианами и в общем-то для Залесия для христианской иерархии Залесия соответственно орда была полезна тем что она помогала подавить местные дохристианские верования с точки же зрения Руси Даниле Романовичу и другим князьям Руси было плевать в общем-то на то о чем говорит христианская иерархия в конце концов Данила Романович даже вел переговоры о принятии католической религии ему было главное сохранить державу поэтому он в общем-то никак не преследовал тех кто исповедовали западное христианство прекратил навязывание христианства то есть в государстве Данилы Романовича полностью были уравнены в правах те кто следовали ведической традиции те кто следовали христианству те кто следовали соответственно католичеству ну и в общем-то другим ветвям христианства в государстве Данилы Романовича можно было исповедовать любую религию главное перед князем главное быть хорошим гражданином а соответственно какая религия верная и что будет с душой это с точки зрения Данилы Романовича решалось уже не здесь и не им а соответственно богами высшими существами и так далее поэтому ввиду того что в Залесии с одной стороны были вот эти вот попытки реставрировать местные верования еще нюанс что практически сразу как Залесия вышла из состава Руси у Залесия началась война с Волжской Булгарией поэтому весь период между убийством Боголюбского и приходом Золотой Орды это были войны с переменным успехом Кучковичей против собственно Всеволода и его потомков которые обосновались в Твери и сделали ее в дальнейшем основным центром Рюриковичей в данном регионе и еще и те и другие периодически воевали против Волжской Булгарии в основном зачастую Волжская Булгария выступала как Сюзерен Кучковичей и их национально-освободительной войны против Рюриковичей а Рюриковичи вот эти Всеволодовичи получали поддержку от других Рюриковичей из Руси ну и далее из Великого Княжества Литовского так что вот такие вот серии союзов когда пришла Орда Орда разбила Волжскую Булгарию однако это сыграло злую шутку с Ордой поскольку спустя несколько столетий уже хан Узбек крестил Золотую Орду в Ислам ну то есть не крестил обратил в Ислам обратил Орду в Ислам но перед этим перед этим случилась следующая важная веха перед этим мы прошли первая веха это 922 год обращение Волжской Булгарии в Ислам Альмашем и соответственно построение каких-то религиозных центров в будущей Суждали Далее 950-е годы это Святослав присоединяет данный регион к Руси Далее 988 год Владимир провозглашает христианство государственной религией Руси В Залесе начинается волна проникновения русинов и христиан-миссионеров 1174 год Кучковичи сепаратисты во главе местных элит часть из которых была только внешне христианами а часть отказалась от христианства а часть осталась в христианстве ну в общем-то Кучковичи у себя провозгласили что им сейчас главное побороться с Русью отколоться от Руси а дальше уже как бы не важно какую религию исповедовать и они пользовались поддержкой Волжской Булгарии в 13 веке с приходом Орды и в других частях Руси началась в общем-то реставрация дохристианских верований однако Орда поддерживала христианскую церковь в Орде был свой интересный обряд но об этом чуть позже поэтому переходим к этапу 6 хан Батый строит в Залесии церкву которая получила название Иоанно-Предтеченская церковь или церковь зачатия Иоанна-Предтечи это древнейший христианский храм на территории Московии иногда его ставят в один ряд с церковью в Каменском однако я считаю что та церковь более поздняя и это в общем-то древнейший реально существовавший каменный храм в Залесье по крайней мере в Москве в каких-то таких городах как Ростов Суздаль Владимир конечно же конечно же русинские князья строили христианские храмы многие из которых даже в общем-то были каменными но позднее большая часть из них была уничтожена те что остались были безвозвратно перестроены и то уже тоже отдельная история и то в основном тоже христианство исключительно русинов которые строили эти города колонии и из этих городов пытались как-то что-то делать в том регионе неправильно отмечать весь тот регион в составе Руси правильнее было бы изобразить города которые русины там построили и просто обвести их кружками как в общем-то форпосты Руси в том регионе поскольку местное население в массе своей оставалось местным финно-угорским со своим языком со своими верованиями и только по чуть-чуть ассимилировалось к русинской культуре и европейской цивилизации а вот крещение Московии Батыем это уже обращение народных масс в христианство Батый чтобы никто не смел тронуть эту церковь оставил даже там свой гербовый камень на котором есть соответственно его знак он оставил документ запрещающий кому-либо причинять какой-либо вред этому храму и в дальнейшем другие культовые сооружения как те которые в том регионе строили русины в своих городах так и те которые в дальнейшем построят орда для крещения московитов все они будут иметь те или иные охранные грамоты соответственно от золотой орды это одна из причин почему патриарху будет весьма и весьма удобно в том регионе там его уже вообще никто не мог никак подвинуть с места там над патриархом по сути это дело был всего лишь ордынский хан но ордынский хан далеко а в случае если местный какой-то князь что-то делает не то можно обратиться к другому местному князю а в случае если действия всех их не понравится можно вообще и к ордынскому хану обратиться и сказать слушай хан сходи порядок наведи и тот такой да с радостью почему бы и нет поэтому как раз я считаю что времена батыя и нужно считать временем уже крещение народных масс московитов христианства однако в какое христианство в орде исповедовали нестарианское христианство когда орда начала дипломатические сношения с Византией перед этим орда захватило Волжскую Булгарию в которой был ислам а позже она начала дипломатические отношения с Византией с Европой также видела что происходило в Руси в самом сарае в столице Золотой Орды была учреждена в общем-то возможность христианского присутствия строились храмы и так далее там своя епархия по сути дела формировалась то есть христиан там было достаточно много но и было много представителей исламской религии и причем сами ордынцы начально были приверженцами нестарианства причем сложного нестарианства но так или иначе и вот вследствие своих сношений с Византией и контактов с Русью они несколько исправили свое нестарианство и привели его более-менее в состояние чего-то плюс-минус похожего на христианство Руси и Византии христианство Руси и Византии и между собой имели некоторые отличия но это вообще отдельная очень отдельная история что же касается Московии там утвердилась вот это золотоордынское христианство однако проглотив Волжскую Булгарию со временем золотая орда приняла ислам и позднее уже они же опять же повторно пытались обращать жителей местного региона в ислам хотя это уже было на крайне поздних этапах на этапах когда сама орда начала дробиться и религиозные проблемы были далеко не последней причиной падения в общем-то золотой орды ее расколов всяческих вдоль и в поперек поэтому реально вот так вот навязывать ислам те осколки орды которые как-то контролировали Московию не могли и понимали что у них на это не хватит сил ну и со временем уже Московия сама стала самостоятельным государством и даже начала покорять былых сюзеренов как допустим Казань Астрахань и только уже после времен Богдана Хмельницкого когда в Московию начался новый приток киевского духовенства в Московии нашелся соответственно местный патриарх Никон и это ознаменовало седьмой этап развития московского христианства это приблизительно 1650 годы в Московии в связи с реформой патриарха Никона направленной на внесение изменений в богослужебные книги московской печати и некоторые обряды в целях их унификации с современными ну современными им греческими начался церковный раскол в так называемой русской православной церкви потому что были те которые говорили нет мы веруем по другому мы крестимся молимся по другому у нас книги другие и у них в действительности были весьма древние обычаи золотой орды скорокорума и им не хотелось их подстраивать под тогдашние по сути дела украинские варианты христианства ну по сути под украинские варианты христианства им это совершенно не хотелось в общем-то ну и московский царь понимал что если не сделать унификацию христианства а в Руси и Украине будут продолжать исповедовать свое христианство в Московии свое то в общем-то никакой такой как бы мягкой политики соединения Руси и Московии не получится а Московия тогда активно претендовала на наследие Руси и если она всего лишь захватит Украину это будет один эффект можно было захватить оккупировать иннексировать конечно же украинцы против них бы все от мала до велика воевали как против бусурманам которые навязывают черт пойми что можно было сделать предпосылки к возникновению мифа про один народ и вот для того чтобы создать вот эту тему один народ московиты решили отредактировать свое христианство в соответствии с тогдашним нормальным христианством с христианством здорового человека в разных источниках сохранились карты в которых упоминается отдельное московское христианство которое существовало вполне себе как отдельная религия вплоть до деятельности патриарха Никона дальше же оно было загнано в общем-то в подполье и по возможности уничтожено то что сейчас известно как старообрядцы это жалкое просто какая-то скорее тоже клуб по интересам клуба реконструкторов как есть какие-то толкинисты которые считают себя эрифами гномами и прочими сказочными зверями есть те кто прыгают через костер кричат слава перуну и будь они буряты они все равно считают себя славянскими родноверами нифига не понимаю славянской философии но это тоже отдельная тема и есть другие реконструкторы которые также играют в ролевые игры где представляют себя в виде старообрядцев это их выбор это их право ничего не имею против однако и ничего не имею и пожалуй восьмой этап существования московского христианства это 25 января 1721 года когда Петр первый учредил духовную коллегию которая стала по сути дела министерством христианской церкви при его самопровозглашенном императорском псевдовеличии и по сути дела отменив таким путем должность патриарха московицкий деспот стремился чтобы у него не было конкурентов в его государстве если ранее всю историю Калитичей там ранних Романовых существовал по сути Дум Верат ну у ранних Романовых этот Дум Верат был крайне продуктивный когда церковь возглавляет отец а государство возглавляет сын то в общем-то они не подерутся в тех же случаях когда кто-то другой может стать во главе церкви а самим Романовым постригать себя в церковные служители не хотелось то в общем-то удобней было вообще данную должность убрать и с тех пор можно считать что российская так называемая православная церковь стала еще одной агентурной сетью российской государственности наряду с всевозможными тайными полициями наряду с тем что позднее станет известно как КГБ ныне ФСБ и так далее это всего лишь одно из министерств одно из ведомств собственно российского государства несмотря на то что московиты даже позднее ну и ныне считается что как бы есть патриарх однако никто даже в самой Российской Федерации не может считать российского патриарха самостоятельной политической фигурой которая могла бы за спиной Путина в общем-то принимать какие-то решения скорее патриарх это еще один из двойников Путина только уже в рясе который для своей аудитории будет говорить то что нужно для того чтобы их отправлять на войну в Чечню в Украину и так далее такую модель христианства во многом если начал Петр первый то кардинальные аспекты усиления данной составляющей российского христианства осуществились в общем-то при Сталине ну и ныне эта тема вообще достигла своего такого уже апогея некоторого но это тоже все уже несколько выходит за рамки темы крещения Московии со временем я возможно выпущу осмысление с детальным рассмотрением всех этих этапов промежуточных этапов альтернативных течений которые там периодически возникали ну а это тоже весьма сложные и объемные темы в одном из предыдущих видео я высказал свою точку зрения на в общем-то историю религий на территории возникновения российского государства естественно с этой точкой зрения много кто может не согласиться но как правило такое несогласие будет вызвано или незнанием многих фактов которые нужно изучать и знать чтобы соответственно прийти к схожим выводам или также возможен вариант нежелания признавать то есть когда человек однозначно видит понимает осознает какие-то факты но говорит я в это верить не хочу я в это верить не хочу потому что это нарушает мою допустим систему мировоззрения комфорт и все дела такие люди тоже есть двух типов одни которые просто в своей голове так сказать живут в своем фэнтези мире другие которые пытаются свой фэнтези мир навязать окружающим и если с невежеством можно бороться силой знания то вот с нежеланием знать то есть осознанным невежеством побороться знанием невозможно но демонстрируя факты доказательства можно проиллюстрировать ложность лжи и правдивость правды для тех кто сам не озаботился изучением данных материалов существует даже в российской федерации даже в нынешнее время многие альтернативные исследователи которые пытаются понять историю своей страны и часто приходят к самым феноменальным выводам и теориям касательно этой самой истории например существует человек который называет себя председателем СМТ и дело в том что он не будучи украинцем не будучи не знаю каким-то засланцем с Украины или моим каким-то подручным рассказывает очень много тех фактов которые в общем-то если бы у меня был такой подручный я бы его так или иначе направил собственно эти самые факты собирать анализировать и выкладывать в ютуб тоже в общем-то касается и другого человека который даже не симпатизирует Украине однако изучая историю его страны а как он выразился он считает своей страной те территории на которых люди мыслят на российском языке собственно для многих народов окружающих Россию некий действенный способ как сделать так чтобы россияне не считали их страны своей собственности однако не в этом дело он также собирает многие факты и также в общем-то иллюстрирует тот факт что и ислам имел совершенно другую роль в истории российской федерации чем это принято считать да и религия в российской тогда еще московии была совершенно отлично от того что сейчас принято называть христианством восточным христианством или так называемой русской православной церковью в общем-то если как-то классифицировать ту религию то она формировалась на основании ранних ответвлений христианства и соответственно всевозможных нехристианских учений в том числе и ислама однако об этом отчасти говорил а отчасти скажу еще позже и так что сейчас хочу предоставить вашему вниманию а это каменную архитектуру волжской булгарии как видите все что демонстрирует данная статья это культовые сооружения исламского собственно состояния и вот посмотрите на эти сооружения что выдает в них исламскую принадлежность в общем-то очень мало что в общем-то если их по-другому переоформить сюда поставить купол и крест можно сделать колокольню сюда также можно слегка модифицировать купол и сказать что это купол в византийском стиле так вопрос как бы вопрос как бы вот есть википедия которая абсолютно не на теоретических а на абсолютно фактических основаниях говорит о принятии ислама в волжской булгарии и также демонстрирует нам булгарскую исламскую архитектуру а вот как интересно а тут знак похожий на крест а тут арабская вязь как на шлемах российских московских царей ну собственно московских но как они себя называют российскими так или иначе на шлемах деспота в московии есть схожая вязь и тут есть схожая вязь совпадение не думаю вот тоже фото только здесь уже отчетливо виден полумесяц и неизвестно на самом деле насколько оно уходит в глубину и что это вообще такое видим оно перестраивалось достраивалось то есть по идее если бы чуть-чуть по другому над ним поработали могли бы сказать что это исконно христианский храм исконно христианский исконнейше но Волжская Булгария празднует собственно не тысячелетие христианства а тысячестолетие ислама это признается на государственном уровне то есть если относительно статьи Википедии вы можете сказать все это фейк фотографии нарисовал я статью написал тоже а вот собственно марки почтовые марки российской почты вы можете найти собственно в вашей стране марки это такое дело которые имеют государственную символику и так или иначе одобряются свыше на них ни я ни кто-либо другой не мог внести те данные с которым не был либо согласна официальная в общем-то московская трактовка московской истории и истории стран которых это московие захватило конечно здесь это все относительно новодельно хоть и на каких-то старинных прототипах но во многом это даже отсылка к индийской уже архитектуре а не к исконной архитектуре волжской булгарии тем не менее прошу обратить ваше внимание на белокаменность данных культовых сооружений тут нет исконного кирпича а есть белокаменные храмы я считаю это интересным маркером дальнейших размышлений ну и на самом деле можно это даже закрыть оно нам особо не пригодится тут соответственно также данные о том когда Русь принимает христианство и в общем-то московиты и историю и историю как бы крещения своих территорий отсчитывают также от событий которые происходили на территории Киева парадоксально странно ну что ж с одной стороны даже очень лестно то как московиты относятся к истории Киева очень считая ее важной для себя мы так к истории Московии относиться не можем мы можем за Московией признавать лишь деструктивную роль роль узурпатора палача того кто нас исконне истязал и в общем-то истязает и ныне однако тут речь идет о Владимире Святославиче и в общем-то о принятии христианства есть в Википедиях также статья про Андрея Боголюбского который оторвал Залесье то есть территорию Московии от Руси он был в общем-то сыном залезского князя Юрия Долгорукова который все же претендовал и на Киевский престол то есть для самого Юрия Долгорукова Киев все же был матерью городов метрополией а вот для Андрешеньки не пойми что любившего кстати о его любвях есть даже теория что его любвями были братья Кучковичи но это теория я не стану ее сейчас даже рассматривать у него был в общем-то как и у одного из отцов нашей государственности Святослава знак похожий на двузуб только у него со своей спецификой тем не менее в Геральдику Тамг Рюриковичей данный знак вписывается икона которую он выкрал из Киева перевезя в Залетские земли и архитектура которая как считается начала создаваться еще при нем и копировала Киевскую при этом это все неоднократно перестраивалось и как оно выглядело изначально и из чего было построено изначально остается или верить московским историкам которые хотят выдать эту историю как перенесение столицы во Владимир хотя на самом деле речь идет всего лишь о отколе северо-восточной окраины государства Русь от остального государства Русь во времена когда оно крайне ослабло там и Новгород почувствовал себя свободным сформировал даже республику которая вошла в Гонзейский союз и Залесия в общем-то в лице Андрея Боголюбского послала киевского князя Юрия Долгорукова за совместительством его же отца в пешее эротическое сформировав свое государство о чем свидетельствует то что сам Боголюбский стал провозглашать себя не просто князем а великим князем Суздальской земли это важно то есть эти все культовые сооружения строились строились перестраивались возможно начально все это дело замок Боголюбского выглядел так возможно и нет сейчас мы можем снова же или доверять или не доверять реально проверить возможности нет ладно это тоже несколько не о том хотя это и часть того вот это неплохая таки статей статейчика которая показывает точнее не статейчика а подборочка фотографий ну просто я читал здесь еще статейчку некоторое время на эту тему не в этом дело вы сами можете погуглить поискать множество статей может быть даже ту самую найдете где сами же московицкие историки признают сильнейшее нестарианское влияние на данный тип архитектуры ради справедливости нужно сказать что по официальной трактовке с которой я несколько не согласен но вот по официальной трактовке московитики данный стиль в общем-то заимствовали с Руси непосредственно с Руси опять же тут какое вот то имеет отношение к Руси непонятно но так или иначе вот Киев Десятинная Церковь и в сооружениях Боголюбского видны некие подражания к этому в свою очередь Десятинная Церковь была совмещением исконно киевских мотивов с византийскими и с очень-очень сильным как раз влиянием Византии белокаменные храмы Галича и Владимира Суздальского княжества хорошо хоть здесь не сказали какой-то северо-восточной Руси ладно в общем даже по официальной трактовке признается влияние на тот регион как раз территорий тех самых западенцев которые московиты так ненавидят то есть украинцев живущих на территории западной части Украины однако снова же я сравнивал эту всю архитектуру она не является прямым заимствованием в белокаменной архитектуре Залесия конечно же безусловно есть мотивы и подражания как византийской архитектуре так киевской так и всякой разной и другой однако постепенно видно что там есть и свой стиль причем у Новгорода был свой стиль у Московии был свой стиль эти стили отличались архитектура разных московицких штуковинок иногда больше как раз похожа на архитектуру волжской Булгарии чем на то что они по идее все таки должны были копировать в Киеве ну с Киева то есть и вот и вот и вот у нас есть такая вот статейка про раскол российской церкви который был вызван тем что нашлись те люди на Московии которые попытались привести российский тогдашний культ к тому культу который в общем-то на тот момент сложился на территориях самой Византии и других в общем-то христианских государств и это вызвало серьезное сопротивление участия территорий эрефии что в общем-то иногда выражалось в виде восстаний войн мелкого и малого масштаба конечно же московиты любят преуменьшать любые свои какие-то неудачи и преувеличать достижения поэтому о том мы реально знаем мало что так или иначе раскол этот был можете снова сами почитать ознакомиться я далее на этом заострять внимание не стану итак 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 эту статью также можете найти заметьте в российской википедии не в украинской в российской и ознакомиться с ее материалом это просто привожу к слову поскольку некоторые говорят а ты хвалишь свою украину а собственно как бы Россия также родина слонов или родина славян оба утверждения выглядят одинаково и являются одинаково бредовыми но так или иначе обратите внимание какой сайт сейчас я листаю опять же российский сайт карты и материалы опять же российских ученых не знаю каких именно тут это не подписано к сожалению и что мы здесь видим именно глубинные территории Украины от Припяти до Днестра и соответственно Днепр Припять Буг Висла Карпаты Днестр Вот это территории которые и для древних греков были известны как Гиперборея то есть территория которая находилась на север от Борейских Карпатских гор и территория которая стала ядром для Гуннской империи и как видим сами же россияне признают что именно оттуда расселились славяне и несмотря на то что в государственном то смысле границы Руси с некоторой точки зрения конечно эта точка зрения преступно не учитывает территории покоренной Хазарии ну да ладно сейчас даже не об этом в общем-то видим территории болгарского царства на некоторых этапах его существования Великой Моравии позднее Чехии ранней Польши поздней Польши территории спорные для Польши и Руси так или иначе это есть Хорватия конечно же сюда были выселки славян здесь были палабские обоодрецкие славяне то есть жившие по лабе и по обе стороны Одера здесь жили в общем-то балские и балтославянские народы и здесь позднее возникнет проект Гедеминовича и литовское государство как реставрация Руси так вот что здесь видим что в государственном смысле Русь контролировала территории Залесья но если берем этнический смысл вот сердце славянских народов откуда они расселялись и вновь обновлялись на запад на север на восток и на юг с двух сторон Агиная Карпаты и территории где проживали Валахи Авары и всякое разное так или иначе если брать другие карты то финно-угорские и балтские народы проживали не вот так вот в выделенных частях а финно-угры проживали аж вот так вот ну чуть ли не вот так вот а балтская галядь так называемая или гелинды проживали и в этих территориях что говорит о том что когда-то балтский регион был таков и если берем Геродота он также говорит что на север от скифии на север от скифов скалотов склавинов ассокалиба каких называли арабы или по нынешнему славян живут невры то есть балтские народы а северо восточнее от скифии и невров жили андросфагос то есть андрофаги иными словами людоеды но сейчас тоже не об этом дело в том что чтобы проверить меня чтобы я никогда не мог никому обмануть вы можете открывать в общем-то поисковик где будете находить десятки сотни возможно если хорошо порыться даже тысячи карт разных историков разных исследователей с эрефии с украины западных стран здесь я сейчас не вижу карт на английском языке а хотя а хотя почему бы и нет есть и такие карты то есть все это тоже можно исследовать изучать при желании и если есть желание познать как оно было но можно и по-прежнему писать мне что я что-то придумываю или что я опять же все придумываю а было все не так а когда я спрашиваю ну ладно а как мне говорят а мы не знаем как но то что ты говоришь нам не нравится поэтому уж точно не так такие вот дела сколько карт которые показывают и Киев как славянский центр и собственно расселение славян именно с этого региона не залезть я не еще черт пойми откуда именно отсюда ну ладно сами можете дальше изучать а что сейчас я демонстрирую и зачем а ладно начну вообще сдалека вот есть такой деятель батя батюшка батый как его называют некоторые альтернативные российские историки и мы знаем что он был по сути тем кто воевал против руси может быть для них он и был их так сказать батюшкой в том или ином смысле этого слова то ли тем кто понасиловал их матерей в свое время то ли тем кто крестил их но так или иначе это их история а не наша мы против вот этих деятелей воевали и даже когда Данил Галицкий какое-то время с ними типа посотрудничал все это было на совершенно других условиях чем это было в Московии поэтому хочу представить вам вашему вниманию одну из белокаменных церквей российской федерации и жаль что здесь нету однако у этой церкви есть печать на которой изображено в общем-то символ Батыя и по христианским преданиям по христианским преданиям Батый сам своей отдельной какой-то грамотой защитил собственно данный храм от любых посягательств кого бы то ни было чтобы не сказать что я вру опять же открывайте вашу же Википедию и если я вру вы это очень запросто увидите если нет но как минимум есть наверное вам ну надеюсь над чем задуматься вот вот еще такая интересная штучка то есть целая епархия которая существовала в золотой орде и не где-нибудь сбоку да с припеку а конкретно в самом центре в самой столице золотой орды видим летописные вот эти картиночки по которым нифига не ясно но очень интересно видим представление что у них типа был такой крест и то не факт видим надгробие якобы тех времен тоже как бы додумайте сами догадайтесь сами шапки христианских иерархов в принципе традиционны остальное оставляю на ваше усмотрение и в общем то это тоже можно закрыть уже но нам не надо откроем опять же российскую википедию да простит она нас такое чрезмерное внимание и вот что она говорит о христианстве казалось бы такой общеизвестной религии классика 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 тоже классика а вот интересная карта ее признает сама в общем-то российская википедия есть известие кто ее нарисовал можно перейти посмотреть правда на английском однако если захотите переведете и изучите мне здесь интересно вообще совершенно другое что здесь интересно здесь руси я это в общем-то территория правобережной украины рядом есть польша и тут исповедуют соответственно в руси и в молдавии христианство греческого типа если во времена собственно самого владимира наше христианство имело ряд отличий от византийского то к этому времени наши христианские иерархии уже полностью сравнились с византийскими во имя в общем-то политических соображений поэтому тут вообще никаких вопросов нет тут московское христианство и какие у нас тут есть в общем-то религии смотрите список религий есть протестантизм ну он распространен в основном по западной Европе подписан на этой карте как прот 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 только не шпрот все это можно здесь видеть у нас есть папизм то есть римское католическое христианство также вполне себе естественно и нормально еще у нас есть московицкое христианство отдельно и греческое в данном смысле уже вообще можно сказать греко-руськое вот видите на Руси исповедуют греческое христианство у нас есть паписты у нас есть протестанты и в Польше и в Руси и они исповедуют протестантизм папизм греческое христианство вроде все нормально а есть Московия которая исповедует вот Европа вот Московия и она исповедует московское христианство тут Казань в общем-то как бы Москва Казань ну понятно о чем идет речь вот с чем пытался побороться Никон вот что он пытался устранить и в общем-то вот что было на Московии до Никоновской реформы вот несколько о нестарианстве как одной из ветвей христианства описано в общем-то в общем-то кто тут чему молился и можно исследовать собственно вот эти все темы как видим весьма по-восточному они изображены не видно крестов есть какие-то веточки у этого там то ли черепи кости то ли что изображено на голове или какая-то я не знаю зверушка у этого истинно исконно российского человека вот и шапочка и личика чем не какой-нибудь родственник Шойгу или других нынешних тех кто обвиняет нас в том что мы какие-то неправильные русские а они типа эталон ну да ладно в общем-то как-то так Московия последний и крупнейший такой вот фрагмент былого распространения нестарианства где нестарианство смешалось с рядом азиатских религий постзароастрийских и тингрианских и каких угодно где оно также на Руси пыталось принять не как пыталось то есть на Руси во-первых в основном на приазовских территориях пыталось принять в себя некоторые черты тогдашнего русинского христианства некоторые мотивы из галецкой архитектуры и так далее ну и соответственно в общем-то оно также весьма было скрещено с исламом такие вот дела кто не согласен с фактами я не виноват можете пересмотреть данное видео можете почитать википедию можете просто помыслить и википедию и википедию